Моя работа состоит в том, что я по всему миру ищу всякий интересный контент и интересные телевизионные форматы. Вы спросите, что такое телевизионный формат, наверное, первое. Телевизионный формат, для тех, кто не знает, это любое шоу или любой сериал и представляет собой телевизионный формат, который кому-то принадлежит. Например, формат голос принадлежит иностранному форматчику, и он получает определенные деньги за показ этого формата. Формат покупается за определенную сумму, то есть каждая серия, которая выходит в эфир, она стоит определенных денег. И я как раз ищу те самые интересные проекты, которые выходят по всему миру с целью найти и привести их домой. И сейчас, конечно, география этого поиска немножко сузилась. Мы работаем больше, наверное, там с Турцией, с Кореей. Есть страны, которые готовы с нами продолжать работать. И вот с этими странами в основном мы и ведем переговоры по покупке телевизионных форматов. Ну и вот это моя работа, которую я делаю каждый день. Я ищу все, что новое в новостях выходит на том или ином канале, у того или иного дистрибутора контента. Приношу это нашим продюсерам, программному директору, замгенерального директора по контенту, будет так правильно сказать, или по программированию. Показываем, обсуждаем, решаем, нужен нам этот проект или нет. Если он нам нужен, то мы вступаем в переговоры. Я могу, во-первых, сказать, что заканчивал я ИНЯЗ в Санкт-Петербурге. Это университет имени Герцена. И привет всем, кто учится там и учился там, выпускникам. Большинство ребят, которые учились в Герцена на ИНЯЗе, стали работать не по специальности. Но в свою работу они вошли как переводчики, как ассистенты. Кто-то мог начать на ресепшене и сделать блестящую карьеру. Это действительно реальные кейсы. Точно так же я пришел руководителем отдела переводчиков. То есть меня взяли с навыком, которого у меня никогда раньше не было. У меня не было навыка работы на телевидении. Я знал только язык, и меня взяли для этой работы. Потом, через несколько лет, я понял, что, ну, откровенно говоря, мне нужно какое-то развитие. Я не вижу себя переводчиком всю оставшуюся жизнь. И я увидел развитие в поиске новых телевизионных форматов. Ты уже набираешься огромное количество всякой информации относительно того, что происходит в мире телевидения. Ты смотришь всякие форматы, смотришь телевизионные шоу и уже можешь что-то предлагать. И так это произошло не то, что незаметно, но это произошло маленькими шажками. Как только я пришел, я вернусь немножко к своему жизненному пути, я пришел руководителем отдела переводчиков. Потом я понял, что мне этого недостаточно, мне нужно что-то более, ну, скажем так, для меня интересное делать. Нужно какое-то развитие, как любому другому человеку. После этого я сам продвинул себя в направлении поиска телевизионных форматов. После этого уже так получилось, что я стал вести переговоры, что касается покупки телевизионных форматов, потому что я встречался с форматчиками, одновременно они мне говорят, вот, Алексей, мы продаем такой телевизионный формат. Я, соответственно, прихожу к нашему, ну, к генеральному продюсеру, например, он говорит, нам это интересно, узнай, сколько он стоит. И в этом процессе переговоров, узнай, сколько он стоит, ты начинаешь становиться переговорщиком. И со временем я как раз стал руководителем отдела форматных закупок и исследований. Ну, вот, вот такая вот жизненная судьба. Мне кажется, то, что сейчас телевидение ждет от аудиофизуальных переводчиков, ничем не отличается от того, что телевидение ждало 10, 15 и 20 лет назад. Конечно, высокая компетентность, качество перевода. Мы, когда заказываем переводы, раньше, к сожалению, мы делали это чаще, к сожалению, в том плане, что хотелось бы опять, чтобы мы заказывали много переводов. Нам было такое требование к наличию носителя языка. То есть нам нужно, чтобы носитель языка прочитывал текст, переведенный с русского на английский, при озвучании фильмов или при создании субтитров для фильмов и сериалов, которые подаются на различные конкурсы. И вот этот момент, он для нас был критичен, потому что зачастую передать тонкости знания языка, как переводится какой-то вот момент, можно только либо работая с билингвом, либо когда переводчик работает в связке с носителем языка. И он может его спросить, а как вот по-английски передать вот такую эмоцию, которая заложена в русское слово? Потому что сам, скорее всего, переводчик может этого не знать, особенно что касается сленга или каких-то коннотаций, которые есть у тех или иных слов и выражений. Одновременно человек, который владеет языком, но не владеет русским, например, просто редактор на иностранном языке, может тоже не понять этих тонкостей, если он не знает хорошо русского. Поэтому это, конечно, взаимодействие между переводчиком и между носителем языка, которое здесь нужно.